В этот особый для всей нашей страны день, 9 мая, курагинцы целыми семьями приходят на митинги и другие памятные мероприятия. В Курагино стала добрая традиция собираться у памятного знака по улице Ленина, где когда-то в предвоенные и военные годы находился призывной пункт, и где прощались со своими родными, матери и жены, провожая их на народную и священную войну. В митинге у памятного знака участвуют труженики тыла, участники боевых действий современности, школьники, которым доверяют важную миссию – стоять в одном строю с теми, кого мы сегодня называем «бессмертным полком». С каждым годом все больше становится бессмертный полк в нашем районе и районном центре. Появляются все новые лица и имена солдат Великой Отечественной, кто хоть таким вот образом смог снова оказаться на родине, и не только надписями на плитах мемориала. Уважаемые жители поселка Курагина и гости района! Сегодня наша страна отмечает 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне! День победы! Он был и остается священным днем для всех людей нашей страны. Очевидцев тех событий остается с каждым годом все меньше и меньше. Но из поколения в поколение передается благодарность и восторженное отношение нашего народа к тем, кто ценой своей жизни освободил родную землю. Традиционно военный комиссар района Василий Арапов и заместитель главы района Николай Соболев провели символическую перекличку. Красноармеец Стахеев Иван Николаевич погиб 19 октября 1942 года у села Подколодное Воронежской области. Красноармеец Чебыкин Федор Алексеевич погиб в 1943 году. Похоронен на хуторе Горбатова в Смоленской области. Красноармеец Филиппов Василий Артемьевич погиб 12 февраля 1943 года. У села Иллирия Луганской области. На этом скорбном месте по военному обычаю произведены ружейные залпы, возложенная гирлянда к памятному знаку. Красноармеец Воронежской области. Огневой группе в честь памяти павших в боях за свободу и независимость нашей Родины произвести трехкратный залп одиночным выстрелом. Красноармеец Чебыкин Фонаринг Праздничная колонна и участники акции «Бессмертный полк» направились к парку имени 40-летия Победы для того, чтобы принять участие в митинге. В колонне бок о бок идут люди нескольких поколений, бабушки и дедушки сегодняшних школьников, которые когда-то сами были детьми солдат, ушедших на фронт, их дети и внуки, которые знают о своих прадедах и дедах по рассказам старших и по единственной чаще всего бережно хранимой в семье старой фотографии. Праздничная колонна и участники акции «Бессмертный полк» Великая Россия Родина, она в состоянии южной доблести. 73 года назад отважные советские воины соблюдовали честь победы в побежанном мире. Поклонимся в путь у людей, прошедших огненные версты войны. Сегодня по улицам поселка Курагина идут люди, спято почитающие великий подвиг великого народа. От памятного знака в парку имени 40-летия Победы приближается колонна участников акции «Бессмертный полк». Возглавляют колонну должностные лица администрации Курагинского района и поселка Курагина. Дружище не добыло. В участии акции «Бессмертный полк» в шествии принимают участие ветераны боевых пенсий в билокальном конкуренте. Собрать подрубистов и сохранить память о душе войны для будущих поколений. Близ ваша российская комитета. Колонна приближается к парку имени 40-летия Победы, где уже собрались десятки односельчан, чтобы принять участие в митинге в честь 73-й годовщины Победы. Глава района Владимир Дученко обратился к Курагинцам с поздравлениями, а к ветеранам войны и труженикам тыла со словами огромной благодарности. Все впитала эта победа. Мужество и самоотречение, стойкость и веру, горе и слезы. Не было счета дорогам войны и ее испытаниям. Прошедшие десятилетия изменили мир, но он также вызовем и хрупок. И сегодня мы не вправе закрывать глаза на то, что гуляет по миру нацистская свастика и идеи фашизма. Что к ним прибавилось не менее страшное зло, несущее смерть и разрушение, международный терроризм. День Победы учит, предостерегает нас и напоминает, что противостоять этим угрозам можно, лишь объединив усилия государств и волю народов. Пусть этот светлый майский праздник послужит для нас источником гордости. Пускай наполняется сердца радостью, желанием жить и трудиться на благо родной земли. Счастья, мира, тепла и добра нашим домам. С праздником вас, дорогие победители! С Днем национальной гордости, славы и единства России! С Днем Победы! В нашем районе проживает 14 участников Великой Отечественной войны и 7 из них – те, кто принимали участие в борьбе с фашистской Германией в 1941-1945 годы. Сегодня с нами здесь присутствуют три ветерана войны. Они на нас доносят правду тех лет. Они живут за тех, кто погиб и умер после Великой Отечественной войны. Это Гуртовой Анатолий Пантелеевич, Нитяев Владимир Фирсович, Ломтев Степан Иванович. И те, кого я сегодня называю, кто в силу болезни не мог присутствовать с нами. Я хочу сказать, мы гордимся с вами, вами гордятся наши дети и внуки. Уважаемые курагинцы, с праздником, с Днем Великой Победы! Вечная слава героям, отстоявшим нашу Родину в Дне Великой Отечественной войны! В этом году на мемориальных плитах Аллеи Славы в Парке Победы Курагина вновь появились три новых фамилии. Это Черемных Ефим Иванович, Тишкин Лаврентий Федорович и Сембирев Петр Алексеевич, которые погибли, сражаясь за суверенитет нашего государства. Теперь их фамилии, так же, как и сотни других, будут навсегда увековечены в парке имени 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этот торжественный праздничный день поздравляю всех нас с праздником, желаю здоровья, благополучия, мира и добра. С праздником вас! Свидетелей тех страшных битв совсем мало осталось с нами, но они, как никто, знают цену мира и желают, чтобы никогда не повторилась война. Слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны Анатолию Пантелеевичу Гуртовому. Дорогие товарищи, сегодня большой, большой праздник. Это праздник великой победы над фашизмом. Много лет прошло с тех пор, когда прозвучало это долгое слово победа. Но у тех, кто прошел это тяжелое, горькое время, до сих пор этот праздник является праздником со слезами на глазах. Я участник этой Великой Победы. Поздравляю вас с этим Великим Праздником. Желаю вам крепкого, доброго, здоровья, счастья и мирного, чистого неба. С праздником, дорогие товарищи! На митинге звучали слова поздравлений от военного комиссара района Василия Арапова, председателя районного совета ветеранов Валентина Лысенко. Особенно трогательно было слышать слова благодарности ветеранов от представителя молодого поколения Ивана Юшина. В этот весенний день был закончен великий путь, отмеченный многими жертвами. И наш человеческий долг всегда помнить о тех, кто погиб на войне. В этот светлый праздник мы, молодое поколение, выражаем глубокую признательность и благодарность всем, кто приближал этот долгожданный день, самоотверженным трудом в тылу. Низко кланяемся вам и благодарим за подвиг, за спасенное Отечество. Мира вам и благополучия! Наши ребята, те, кто участвовал в акции «Бессмертный полк», те, кто стояли в почетном карауле и просто присутствовали на митинге, были серьезными и чувствовалось, что все звучащие слова о долге, о подвиге народа для них сегодня многое значат. Предлагаю почтить память погибших в боях за освобождение... Минутой молчания участники митинга почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны, всех ветеранов, не доживших до этой даты. Минутой молчанской войны СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Длинной чередой шли к обелиску курагинцы, несли цветы и пожилые люди и дети. У каждого в семье есть свои герои, память о которых хранится и передается из поколения в поколение. Татьяна Меняева, несмотря на нездоровье, не смогла не прийти в этот день к мемориалу в центре курагина. Ведь здесь на памятной плите имя ее родного брата Григория Ваулина, который погиб в 1943 году на украинской земле. Сперва его в разведку, ой, в летную, что-то не стали, вернули на неделю. Потом дали это, в разведке он был. Три месяца пролежал в госпитале, это в 1943-м его уже это убили. И вот он, письмо последнее, вот где-то Валентина Николаевна читали, там она уже карандашом была. Он лежал, когда в госпитале, пишет последнее это письмо. Надоело уже лежать, три месяца пролежал в госпитале. Хоть бы скорее на фронт. Раз на фронт, на Украине-то бомбежка-то была, и вот там его убили в разведке. Как и в каждой советской семье, Григорий был не единственным солдатом. Воевал и его отец, и брат. А тяде-то пришел, как война кончилась, первых пожилых людей-то отправили домой. К нам в деревню дали только. Тяде пришел, и немец один с детьми у него. У нас жили, семья там. А через два года он умер в 47-м. Вот и все. Егор Ефимович, он отец мой. А Гриша-то вот, видишь, в 43-м. А брат тоже пришел в 43-м же. Иван. Так он на костылях, с Муриной до Красного Яра пешком шел еле-еле тоже. Сегодня находятся люди. Ведутся дискуссии в соцсетях, где россиян обвиняют в ложном патриотизме. И даже в том, что мы готовимся к войне. И все это из-за военной формы, которую одеваются и дети, и взрослые. Но мы-то знаем, что это дань памяти тем солдатам, которые в простых гимнастерках и шинелях прошагали пол земли, чтобы сначала защитить свою страну, а потом и уничтожить жестокого врага. Семья Свинаренко, назовем ее так, по фамилии старшего, пришла на митинг самой подготовленной. В форме дедушка, портрет дорогого солдата, участника Великой Отечественной, и две замечательные девочки в солдатской форме, и даже с медалями. Здесь всей семьей. По какому поводу сюда пришли, ты знаешь? Да. Ну, на 9 мая праздник отмечать. Какой праздник? День Победы. А вот почему вы сегодня в солдатской форме? Ну, потому что, как бы, это надо отпраздновать в этой форме. Ну, и стих военный обещать? Ну, это мама обещала. В этой семье знают всех, кто воевал с фашистами. Рассказывают своим малышам о том, что нельзя забывать тех, кто подарил нам сегодняшний мир. Ну, это портрет моего отца в армии. В армию был призван в 43-м году. В 44-м получил тяжелое ранение. Был комиссован в 45-м году. Как раз к 9 мая прибыл домой, в село Алексеевку. Ну, и дожил здесь в Курагино, всю жизнь проработал, прожил до 2001 года. А скажите, пожалуйста, вот на всю вашу семью со всеми детьми, внуками, невестками, зетями, я не знаю, кто в семье есть, вот сколько человек, как сказать, сколько у вас героев в семье, кого нужно помнить? Ой, очень много. По линии мамы тоже дед воевал, дядьки воевали. Отцов-брат Семен Старший в 42-м году погиб. Его, вот, Сверенко Якова, отец погиб в 44-м. Ну, в общем, в предел это я считал, 7 человек из нашей семьи, из предков были на фронте. У нас, получается, две семьи, как бы, да, что по нашей линии, вот по папиной, да, вот он сказал, 7 человек. И по мужа линии, да, так как они хакасы, там тоже воевали дедушки, дядьки воевали. Дед прошел, наш дедушка прошел войну и дожил до глубокой старости. У него было очень много наград, у него также было ранение. Малышки к празднику готовились, и Вероника прочитала стихотворение о том, как важен мир. Пусть дети живут мирно на планете, пусть дети не знают войны, пусть яркое солнышко светит, мы дружной семьей быть должны. С днем великой победы 73-й годовщины, победы советского народа на фашистской Германии и ее сателлитах. Ура! 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 Центральная площадь поселка, конечно, не Красная площадь, но и на ней ежегодно проходит свой парад. Лучшие участники школьных строевых смотров принимают участие в праздничном строевом смотре. Очень большое количество зрителей собирается вокруг. Все они очень болеют за участников Курагинского парада. Тетушки ахают, когда кто-то в строю сбивается. И часто слышны восторженные госпасы. Молодцы! Умницы девчонки! Или вы лучше всех! Не отдадим, не отдадим врагу на милость. Ни в рим, ни в снегах. Погай войска защита матушки России. Мы за самим страну с собой. И прилим в первый бой. На центральной сцене звучали песни военных лет и песни о весне, о мире, о дружбе. Традиционным угощением в этот день была солдатская каша и очень востребованный горячий чай. Работали различные площадки. 9 мая – самый любимый праздник у большинства курагинцев. Вы на праздники, в День Победы, как часто ходите? Постоянно. А вам нравится, как у нас проходят праздники? Этот раз мне больше всего понравилось. Очень интересно. Парад вот этих учеников. Красиво все было. Это традиция. Я даже смотреть, я вот слушаю, даже слезы на глазах. Потому что это... Ну, в каждой душе, мне кажется, война это... Даже мы не пережили это, но она в душе осталась. То есть осталась? Да, да, да... Творческие коллективы поселка с песнями, танцами и различными композициями, посвященными войне и победе, еще долго привлекали внимание зрителей, среди которых были люди всех поколений. И девушки в гимнастерках. Я считаю, что надо чтить память именно в такой день. Да, вообще, надо в любые дни чтить память. Потому что военные люди, они сражались с тем, чтобы мы сейчас ходили вот так вот на таком празднике и жили в мире. Сейчас, в последние годы, стали проводиться многие военные патриотические игры, в которых люди все больше и больше стали принимать участие. То есть патриотизм стал больше и больше подниматься, все на высший уровень. Я считаю, что да, он хорошо есть мимо моих ровесников. Праздничные мероприятия продолжались на центральной площади поселка и в районном Доме культуры и вечером. На сцене ДК прошел концерт участников фестиваля солдатской песни «Герои в нашей памяти живых». Лучшим были ввлечены награды. Мать повторяла слова. Родина, не забывай, не забывай. Субтитры создавал DimaTorzok В заключении вечера на площади активисты провели акцию «Мы помним». Очень радует, что курагинцы от мала до велика чтут этот день и стараются сохранить память о тех, кто не жалел жизни для того, чтобы жила наша страна. День Победы, День Победы, День Победы.